Попробую, потом попробую. Начнем с того, что многие считают, что если они занимаются единоборствами или чем-либо другим, им необходимы специальные навыки, они не могут ничего сделать. Я хочу этот миф развенчать, потому что там много приходят девушек, которые хотят заниматься самобороном. Наши наблюдения покажут, что у них душа будет иногда и чаще реакция, чем лучше. Реакция в коротких ситуациях, там поймать мяч, забрать, резко выдернуть руку, откуда-то резко выдернуть ногу. То есть по реакции, в счет того, что меньше мышечной массы, они как бы освобождены от некоторых вот таких перенапряжений, они реагируют очень быстро. В чем проблема вообще в любой ситуации, когда мы сталкиваемся с этой ситуацией? Это ступо. Если мы знаем, что делать, и у нас есть в голове некий алгоритм, если мы можем ситуацию классифицировать, то есть понять, что именно с нами происходит. Это, это и это. Что делать? Если мы вас сейчас очень быстро попытаемся научить, что есть кто, если кто, вам уже будет намного легче. Если не будет ступора, то реакция вам поможет избежать нападения. Кроме того, есть такой момент. Есть зона у человека, которая абсолютно чувствительна, одинаково, как у мальчика, девочки, у мужчины большого, у девушки легкой, тяжелой и так дальше, и у детей. То есть они все реагируют на удары, прикосновения к этим зонам одинаково. Еще один нюанс. Нападают сейчас, как правило, непрофессионально. Но количество агрессии возрастет. Это гоп-стоп. Это насилие. Это нападение из-под тяжка. Там разные. Это буллинг в школе постоянно, с которым мы очень часто сталкиваемся. Это люди нападают под действием каких-то веществ. Это вообще трудно. И с ними вообще по-другому нужно работать. Надо просто разобраться. Но реже нападают профессионалы. О чем я говорю. 20-25 лет назад мы сталкивались с тем, что в рейкете работали. Мастера спорта Советского Союза по дзюдо, самбисты и так дальше. С ними очень трудно. Вообще, это сильные ребята, с ними трудно работать. Сейчас для того, чтобы воспитать спортсменов высокого класса, правда очень много денег уложить. Бесплатного ничего нет. Да и у США нет. Поэтому, как правило, спортсмены не лезут. Не будут они лезть и кошельки по ночам ходить. Поэтому, как правило, арсенал того человека, который на вас, который проявляет агрессию, в принципе, не особо отличается от ваших. Возможности не отличаются. А реакция может быть даже снижена по сравнению с вашим. Что его отличает? Два момента. Наглость, то есть дерзость и эффект неожиданности. Вот эти два момента. Что делать с дерзостью? Вам просто нужно знать, кто перед вами, и вести себя правильно. Что делать с эффектом неожиданности? Здесь трудно. Чаще люди, которые обратились за помощью, 85% травму, именно когда нокауты нанесены сзади в тяжелом времени. Ну, как бы статистику проверяли, анализировали. Вот здесь спрашивается, первое, что вы вообще там делали в это время, где вам дали по голове. То есть трудно что-то посоветовать, когда вы просто шли на вас напали и ударили. Никакие единоборства не помогли. Но можно эту ситуацию предгоседить, то есть не оказаться в ней. У меня он в темном трюлке наполчает. А почему ты был в темном трюлке ночью? Хотел сократить дистанцию? Хотел пройти через кладбище домой? Это вообще, что у нас там ноги заходят регулярно. Кто в парьках живет, знает. Значит, второй момент. Светят телефоном, идут и в телефон. Этот телефон, он привлекает воровы, грабители и так дальше. То есть вы привлекаете внимание, тем более дорогой телефон достать из сумочки, начать светить и удивиться, почему напали. Дальше. Для не очень здоровых людей, внешний вид, как красная тряпка для помады. То есть мы это с вами понимаем. Женщина имеет право одеваться во что угодно. В моде красная помада, окей. Каблыки и так дальше. Но, опять-таки, не очень адекватные люди это воспринимают до сих пор как вызов. Есть такие, которые просто могут напасть и ваш внешний вид спровоцировать. Думаем, в чем мы одеты. Если что, набросили просто мастерку, курточку на плечики. Телефончик спрятали. Там часики сняли и идем спокойно. Не привлекаем к себе внимание. Просим, чтобы кто-то встретил. Идем по освещенной части улиц. Меньше, реже подходим к краю, к шоссе, вот к этим всем вещам. Вы меня слышали там, нет? Частично, да. Ваш коллега там проводил мастер-класс. Поэтому я по шоссе. Потому что машину затаскиваешь вечером. Вот именно осторожно. Не по на дорогу, а где-то вот ближе сюда. Отдельно поговорим о том, что с машинами делать, когда затаскивают. Но вот как раз с этим поосторожнее. Значит, дальше. Вопрос о паранойи, так называемой. Очень часто спасает именно интуицию. У женщин развито лучше. У мужчин развито так же. Но в силу того, что это мужчина и он себя больше позиционирует как боец-герой. И так дальше может не обратить внимание на эти вещи. А надо. Первое, чему мы лучше мы объясняем. Избежать конфликта, какой бы ты супер титулованный не был. Даже если ты там мастер спорта и так дальше. Почему? И мастера чаще стараются избежать. Мастера чаще и дети, которые у нас занимаются спортом, они почти не дерутся. Почему не дерутся? Потому что они знают, что может быть. Даже от легкой атаки. Какие могут быть травмы, последствия. Насколько это больно, насколько это опасно. Люди не связанные с этим. У них и порог допустимых действий совершенно другой. Они не понимают, чем это может закончиться. Так вот. Первая ваша задача уйти от любого конфликта с применением силы. Будете ли вы мужчиной или женщиной. Как бы это ни выглядело. Не играем героем. Есть возможность убежать. Убежали. Это первое. Второе. Не бойтесь казаться параноикой. Интуиция. Интуиция то, что спасает. Опять. Один. Тоже из разговора. Женщина, которая за ней все время кто-то шел на шоу, отчувствовал, что кто-то преследует. И какая-то вот. Она увернулась, этот топор ей попал в плечо. И сколько таких ситуаций? Интуиция. Слушайте внимательно себя. Почему? Лучше показаться параноикой, чем оказаться в больнице. Лучше быть смешным, чем потом вам будет смешно. Если вы чувствуете, что за вами кто-то идет, остановитесь, пропустите. Посмотрите. В магазин зайдите, пообщайтесь. Остановите людей на улице, заведите разговор. Это вам сейчас кажется смешным. А если вы будете вот этим человеком, который вас остановит, к вам девушка подошла или парень говорит, извините, мне кажется, что за мной кто-то идет. Можете со мной поговорить? Вы же не высмеете, правильно? Вы же не высмеете. Вы остановитесь, действительно, ну как-то поучаствовать. И вас не высмеют. Лучше начните кричать, и вы глядите идиотом, чем игнорируете тот страх, который, ну, понятно, что там на каждом углу орать не стоит. Но такие вещи чувствуются. Иногда даже полная освещенная дорога, метро, идет человек, и ты видишь по глазам, что что-то не то. Он очень агрессивный. Он может ударить. Он просто может идти мимо вас, ударить. И поверьте, вам никто. Ну, навряд ли кто-то поможет в данный момент. Прям его скрутят, положат. Тут супергероя откуда-то возьмутся. Если вы видите, что я не адекват, просто сделайте шаг в сторону. Если вы видите, что за вами идет, остановитесь, пропустите. Посмотрите. Оберитесь. В этом нет ничего страшного. Попросите, чтобы вас встретили. Позвоните громко. Скажите. Да, Сереж, ты меня ждешь? Да, да, я уже на подходе. Вот эти моменты, они все играют очень хорошо. Крик. Привлечение внимания. Очень хорошо срабатывает. Дальше. Дальше. Значит, сейчас, извините. Избежание. Избежание. Да, да. Избежание. Избежание. Мы стараемся избежать всеми путями. Но, значит, первая ситуация, когда все-таки мы… А, еще, еще один момент. Да. Мы избегаем, но мы готовимся. Очень хорошее правило. Заходя в дом, заходя в подъезд, вообще, то есть ключи в руки. Просто, извините, ты забрала, доставать ключи возле подъезда. Или там, где светло, заранее. Почему? Это простейший костиль. Вот даже вот как угодно, вот так зажатые в руке ключи, это гораздо менее приятный удар в лицо, чем если это будет кулаком, который вы, возможно, не умеете дать. То есть это простейший костиль. Вы можете зайти в помещение в темное, например, выставить руку и взять что-то, что-то, вот тот же телефон, сумку, чемодан, взять, вытащить из сумки что-то, там, или даже ту же сумку выставить перед собой и закрыться. Вот вы просто заходите, и на всякий случай вы делаете так, вы поднимаете, мало ли что происходит. Это может быть не орудие нападения, а орудие защиты. Большинство травм и нападения происходят внезапно. Происходит, как ни странно, со спины. Увидеть, ты рассказывала? Да-да, как не оказаться в этой ситуации, постараться не оказаться. Прежде всего, ну, например, ну, можно даже, вот, там, опустить голову, как-то выставить руку и оглядываться постоянно. Проходите оглядываться. Что происходит? Не надо подсвечивать себе телефоном, потому что это как маячок. Кстати, ну, если же баллончик носите, то, наверное, все-таки его берите в руки. Потому что я не дочек, а не знаю, чтобы применил баллончик. Знаю очень многие, кто носит. Никогда не знаю, что применил. Он у меня был где-то там. Так если он у тебя был? В школах. В метро взяла в руки свою. В школах? В школах. Вот там, где не надо, пожалуйста. Да. Телефон. Не обязательно бить телефоном, можно его бросить в лицо. Ключи. Если вы бросите ключи в лицо человека, вы играете драгоценные секунды, чтобы убежать. Зонтик. Это ваша, может быть, защита блок, можно просто ударить зонтиком. Любая палка, вообще все, что рядом с вами. Вы даже не представляете, сколько оружия вокруг вас. Можно подобрать предметы. Что делать? Опять же, что делать? Прежде всего, нужно смотреть на территорию, где вы находитесь. Находитесь вы на улице. И заходите вы в помещение. Находитесь вы в помещении. Какое оно? Замкнутое пространство? Лестничная клетка? Куда бежать? Вверх или вниз? Бежать там, где больше людей. Там, где светло и где могут быть. Бежать и стучать по всем дверям. Звонить, звонить, звонить. Кричать. Лифт. Если вы в комнате. Лифт. Лифт. Вы встали в очередь, пришел лифт. Мужчина незнакомый. Конечно, каждый раз, если мы будем пропускать незнакомого вперед, мы так и будем стоять. Но если вечер, и действительно, вы этого человека не видите, он вам не внушает доверие. А сейчас, я говорю, из-за ситуации кризиса в стране, очень много сейчас насилия, много наркомании. Такие моменты, да? Вы должны это как бы видеть. С глазами как бы не все в порядке. Лучше пусть пройдет вперед. Если вы уже зашли в лифт, он зашел за вами. Видите неприятно? Вдоль стены лифта. Вот так мы двигаемся и выходим из-за. Не успели выйти спиной. Заблокировали кнопки. Заблокируйте кнопки. Потому что он нажимает стоп, а за 2 минуты он с вами сделает меньше, чем может сделать, если нажмет стоп. Ясно? Стоп блокируем. Он как бы блокирует спиной, не даем ему прорваться. Дальше уже к выходу прорветесь. Будете уже орать. То есть в шахте лифта просто плохо слышать. Так. Замкнутое пространство. Это просто то, что мы можем говорить еще словами. Мы расскажем, а потом покажем. Замкнутое пространство. Уже вы оказались один на один с кента. Прорываемся к окнам. Зовем на помощь. Выбрасываем в окна предметы. Разбиваем окна. Любой предмет, вылетевший из окна, привлечет много внимания. Все равно. Кричим. Прорываемся к дверям. Максимум ставим пространство между нами. Чтобы вот что-то было там за диван и так дальше. Чтобы выиграть время. Чем больше вы будете бегать, кричать, что-то делать, тем больше шансов, что кто-то придет на помощь. Если уже... Давайте мы сейчас не будем доходить до боевых действий, но это очень важно. Если он достал оружие, если вы видите нож, если вы видите оружие, с которым вы не справитесь, не надо геройствовать. Наш совет и совет многих специалистов это сразу же соглашаться с тем, что он хочет сделать. Пусть это будет унесительно. Пусть это для вас будет... Отдаем все. Пусть это все, но лучше пусть он доберет... Нож, пистолет. Чем будет... Чем будет... Мы отдаем все. Травма для здоровья. Почему? Разбирайтесь, вы не разбирайтесь, вы можете не понять, что перед вами. Нож... Специалисты по-ношему угоду, многолетник, кто много работает, неспец, по-самобороне, по чему угодно. Если ты без ножа, он с ножом тебя всегда порежет. Всегда. Как бы он его не держал. Что-нибудь порежет. Руки порежут. Вам это нужно. Отдаем все. Просто если он хочет что-то забрать, отдаем все. Негеройство. Ситуацию закрываем. Если полез в карман, вообще полез, в принципе, уже полез. Мы сразу действуем. Если он еще не доставал... Потому что ничего не достанет. Он фотографию ребенка своего вам не попал. Он просто зачем-то уже полез за таким... Нужно действовать сразу. Критическая ситуация, запомните, 50 сантиметров. Если человек приближается ближе, чем расстояние кулака, он не хочет вас обнять и подсадовывать. Уже действуем сами. Отталкиваем его. Кричим, вопеем, но в любом случае что-то предпринимаем. Но я бы рекомендовала все-таки упреждающий удар, но мы сейчас о них расскажем. То есть вот эта дистанция нормальное общение. Вот эта дистанция неадекватная. Это уже очень близкая дистанция. Для того, чтобы разговаривать и думать о том, что вы сможете оперировать тем, что на вас напали. Вот здесь вы уже будете говорить, что на меня напали. Здесь еще вы разговаривали. Гоп-стоп. Мы разберем просто гоп-стоп, мы разберем нападение. Гоп-стоп это когда вот Олег начал. Когда вас помогают деньги. Смотрите, у гоп-стопщиков есть несколько планов. То есть есть план А, Б, В, Г. Первый план, если у них все получилось. То есть что делают гоп-стопщики? Они, скажем так, начинают влиять на вашу жизнь какими-то группами, просьбами, разговорами. Вы идете, разговариваете, вас кто-то потянул и говорит, помогите, пожалуйста, а вы не подскажете. И вы, как интеллигентный человек, не понимая вообще, что происходит, ненарочно идете туда, куда он просит отойти. Что делают гоп-стопщики? Они уводят вас с людного места в зону, где, возможно, ждет еще второй, третий и там ловушка. Что-то показать. Какой-то того, что, слушайте, я сталкиваюсь уже, памперс, помоги поменять. И такое. Почему ребенок стоит вот там в углу? Знаете, кошечки, собачки, еще что-то. Но надо отойти по какой-то причине. Значит, мы не отходим никуда. Дальше, вообще любой такой вот развод, когда начинается, нужно быть очень... Понятно, что все мы вежливые люди, но понимать, что просят позвонить, но это уже реально какой-то прошлый век. Сейчас можно позвонить за счет абонента, с любого мобильного телефона. Все украли, все без проблем будем общаться на максимально освещенной площади. Такое бывает. Обворовали. Но не надо. Он говорит, пойди сюда. Вот эти все вещи, это вы сами виноваты, что вы на это как бы поверли. Дальше, план Б. Уже вы поняли, что вы оказались в этом разводе. Что уже... Ну не успели бы убежать, позвать на помощь или смыться. Да, что вы уже находитесь в этой территории. Что вы можете сделать? Вы можете, как только у вас пришла эта мысль, вы можете сразу же оттуда ориентироваться. Тут нужно сразу же уходить, моментально не заканчивать разговор. Ну если вы ему не отдали свой телефон, если вы там не поняли, что вы вытащили деньги, отдали ему деньги. То есть взяли песочек, бросили в лицо сумку свою бросили. А потом пришла мысль, что происходит. Ключи бросили. Вы должны просто разрывать дистанцию, учитывать ситуацию. Можно что-то бросить в лицо, чтобы его задержать. Да. Но есть план, когда, например, жертва испугалась для поп-стопщика, и он видит, что вот сейчас ее нужно немножко поджать, еще сильнее испугать, надавить, прессануть, показать. Там выйдет, знаете, еще на арену второе лицо, третье лицо. И тогда уже вы понимаете, или вы сейчас все отдадите, или вообще уже ситуация зашла с боевым действием. Что вас сейчас будут бить и отбирать. Что вы уже поняли, что вы сначала испугались, а потом начали хорокориться и говорить, что вот мы, вернее, я сейчас, я позову. На самом деле вас сейчас ударят, вас сейчас могут кулаком ударить, могут достать что-то. Вот здесь начинаются боевые действия. Но мы с боевыми действиями перейдем чуть-чуть попозже. Это боп-стоп. Сейчас я расскажу вам стоять. Подождите. Второй, третий человек желательно, чтобы не зашел за спину. Да. Второй, как вы разговариваете, вы же уже попались в этот базар, уже не обижали, уже не разговаривали. Как мы разговаривали? Первая возможность для защиты. Когда с вами разговаривают, вы не должны стать прямо. Вы должны стать боком. Одной рукой закрыть, вы уже таким образом закройте прямо голову. Знаете, очень часто, знаете, некоторые начинают разговаривать, знаете, вот что-то, ну, как-то вот голову чесать, чтобы этого не было. Как-то руку держать вот так. Как-то, знаете, как-то так стоять, так стоять. Вот это одна из позиций. Вторая позиция, это знаете... Вторая позиция, это когда вы, если вы морально готовы нанести это первым, это руки. Смотрите. Идет разговар. Рука может перекрыть зрение. Начинается качение. Может перекрыть зрение. Да. Я начинаю. Я вот так. А что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Руки здесь. Это ваша защита. И в любой момент это ваша арта. То есть, любая, даже, уже женщина... Это очень удивляет, кстати, когда женщина первой бедной. Мужчина не удивляет. Он будет держаться осторожно. Но вы же просто разговариваете, понимаете? Вы же просто пытаетесь ему что-то объяснить. Но, когда с вами именно вы попали в эту ситуацию, вы должны понимать, что кто на вас идет, у него есть план. Он хочет добиться цели. Если вы, знаете, как цыгане, там, дай, 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 слушай, слушай, ты сказал, там, нет, она там, ну, там, что-то зажадно и ушла. Вот. А если вы уже попали в ситуацию, то вы должны даже в этом понимать, что, ну, долго тянуть нельзя. Нужно или убедать, или уйти спиной вдоль стены, выйти, или кому-то кричать, начинать встречать. Что-то надо делать. То есть, долго на тебя ничего. Еще раз, в самом начале сказал, было только два человека. Еще раз повторю громко, четко, чтобы вы понимали. Реакция, как и девушек, так и парней, на самом деле, совершенно непредсказуемо. Это врожденное качество, и у девушек бывает лучше. Поэтому, если у вас нет ступора, самый главный враг в любой ситуации, это ступор. Это мы вообще опустили. Значит, второе. Если вы знаете, что с вами происходит, можете классифицировать. Это гоп-стоп. Это пьяный. Это хочет познакомиться. Это хочет убить. Тогда вы можете действовать. Просто для себя классифицируйте. А, первая ситуация. Мы разобрали. Гоп-стоп, то есть базар. Вот это вот. То есть, скорее всего, хотят что-то забрать. Здесь нужно, ну, как бы, если оружие, то отдаем все. Если нет другого, просто убегаем. Если оружие, то даже не убегаем. Вообще отдаем все, и все, и забываем. Все. Понятно? Если оружия нет, можно что-то бросить, как-то вот толкнуть туда. Так вот, так вот, так вот. Раз-раз убежал. И, ну, и третий вариант, конечно, начинают бить. Там мы сейчас покажем. То есть, реакция одинаковая. Оброжденное качество. Вы можете спастись из любой практической ситуации. Кроме того, есть зона в человеческом теле, которая также чувствительна. У большого дяди. Там, не у большого. И третий момент. Редко нападают профессиональные спортсмены сейчас. Понятно? Поэтому шанс есть. Теперь, уже переходим к практике. Я бы хотел, наверное, еще про… ну, давайте во время практики мы расскажем про пьяных. Вообще, почему это все происходит во время практики. Так, гоп-стоп. Чаще всего удар следует. Гоп-стоп, чаще удар, не захватывает. То есть, когда хотят денег, часто бьют. Значит, бьют, ну, по нашему опыту, чаще почему-то боковые, почему-то правые. То есть, 85% правшие и почему-то думают, что боковой лучше. Бьют, мы же рассчитываем, что все-таки не профессиональный мастер спорта по боксу. Мастер спорта я даже с вами не обсуждаю. Но он не будет угрожать. Вы должны понимать, что если человек очень долго объясняет, что он с вами сделает, то, скорее всего, он этого не сделает. И можете, в принципе, делать вы. Особенно, если 50 см, как я уже сказала. Вы это классифицируете, как на падении. Он сблизился, я ударила навстречу. Он первый полез, он первый ударил. Никто не определит, бил он или нет. Но вы скажете потом, что бил. Потому что он был близко. Поэтому, еще раз повторяю. Если человек много рассказывает, значит, это уже понятно. Драки не будет. Драки не будет. Смотрите. Правый боковой. Просто блок. Как правило, он бьет не очень быстро. То есть мы блокируем. Уходим под удар. Под удар. Чаще всего, ну, формировать ударную поверхность. Просто выставляем руки. Просто выставляем руки. Какой-то от замаха, от ключа удар. Здесь можно нанести самому удар. Мы сейчас покажем все эти варианты для мужчин, парки, девушек и так дальше. Все куда бить и что бить. Что не сможем. Уходим. Уходим. Тут же может быть и вторая рука. Мы так, в принципе, можем снова выйти. Но ему, как правило, нужно время. Просто выставить руки. Да. Это защита. Я покажу защиту. Потом нужно сразу контратаковать. В любом случае. И убегать. Убегать, убегать, убегать. На первом месте убегать. Всегда. Разорвать дистанцию. Удар пуху коленом. Вы убираете просто коленом. Это очень популярно. Сейчас это многие, ну, как бы, практикуют. Практикуют, насмотревшись фильмом. Спив с ног. Ударить в пах. Попасть в колено, в бедро. Вот ваша стойка, когда вы боком стоите. Уже лучше. Вот это неправильно. Очень легко, как бы, подставить заднюю часть, бицепсовую часть бедра и удар придет именно в бедро. Но, если попадет в колено, то будет травма, болевые ощущения. Это очень опасно. Проход в ноги, как бы. Да. Держать дистанцию. То есть, максимально. Не давать ему или бить по ушам сразу. Вот он идет. Отрабатывать сразу уши. Дальше. Это вот он напал. Теперь, упреждающий удар. То есть, защита. И сразу контракт. Обязательно. Значит, что может делать девушка? Если есть ногти, если нет ногтей. Это всегда неприятно. Можете потом подойти. Я вам тоже покажу. Ему тоже неприятно. Хотя я его не бью. Это всем неприятно. Максимально размашистое, свободное движение. Никаких. А вот. Просто. Вот так. По лицу. По лицу. По лицу. И глаза. Запомните, выдавливание глаза не сработает. Глаз не сработает. Уже пробовали. А острые предметы отлично. Вот, кстати, те же ключики. Я вот сейчас еще раз подошел. Я напоминаю, что это простейший костик. Зажатый вот так вот. Удар в лицо очень неприятный. А в глаза так вообще. Понятно? И если даже вы с размаху. Вот эту сейчас я всю связку запущу ему в лицо. Это будет травма. Это сто процентов вам даст время убежать. Поэтому. Вот эти вот все вещи. Вот. Это самое такое элементальное для женщин. Почему бы нет? И для мужчин тоже. Удар. Удар. Для того человека, который умеет сжимать кулак от таких людей мало. Удар в челюсть прямой рукой. Все равно это самая эффективная вещь на свете. Никого не слушайте. Ничего эффективнее нет. Давайте сейчас быстренько сожмем кулочки. Кто здесь находится? Пальцы скручиваются в трубочку. И большой палец прижимается снаружи. У вас не должно быть пространства между пальцами. И прежде всего правильная постановка. предплечье и кистей. О, молодец. Идет прямо. Отлично. Прямо. И удар должен быть не так паланками пальцев. Не скребленный и не хистерна. Очень прямо. И вот если вы просто успели правильно сжать кулак, у него травма будет больше, чем у вашего кулака. Но если вы конечно вот так ударите, то... Кулаком можно бить этой частью. Вы можете бить в лицо. Вы можете так бить. Но лучше конечно наносить удар. Вот это самое эффективное, когда так получается. Видите? Ну не так. Но все равно правильно сжатый кулак это уже не вопрос, как вы попали, а все равно ему хуже, чем вам. А неправильно сжатый кулак, то там уже вопрос. Значит, этим же кулаком можно запустить по кругу. Можно запустить в горло. Быстро бьем. Дальше. Продолжаем работать открытыми ладонями. То, что мы сейчас попробуем, то, что мне очень нравится. Вот так вот. Рапочку такую сделаем. Смотрите, звук. Слышали? Не. Невозможно. Не. Не так. Нет. Создаем вакуум. Да. Идет. Вау. Лодочка, лодочка. А вот теперь представьте, это внутри вас, в принципе. Вы выполняете удар по ушам. Нет. Вы выполняете удар по ушам. Да. По ушам. И это один из самых эффективных приемов. Даже если вы одной рукой попали. Да, есть такое ощущение. А теперь вы делаете вот такое движение двумя. Смотрите. Ну даже если одно. У человека баратрама. Моментально ступор, и вы убегаете. У него идет очень-очень боль. И боль, и... У него именно потеря. То есть вот удар кулаком в челюсть. Вот эта штука. И в кадек это то, что даст вам максимум времени. А вот это, это просто вот неприятно. И нос. Многие... А. Вообще. Глаза мы вообще не бьем. Забыли это слово. Удар в глаз. Почему? Побитый человек с двумя феналами. Мне это все смешно. Я не знаю, кто бьет глаза до сих пор. Потому что ну это... Там такая крепкая кость. Там как бы все в порядке. Ничего не будет. Знаешь? Ну это не... Знаете... Это то куда не надо бить. Может быть там драка, которая длилась там с нескольких комбинаций. Попали удары. Ну да. В голову попасть достаточно сложно, если человек как-то отходит. Да. Да. Про корпус мы вообще забыли. Вот здесь вот есть только одна зона, куда надо попасть. Это солнечное сплетение. И то надо очень точно и очень сильно. Удар в пах. Удар в пах все зависит от дистанции. Если дистанция большая, то попасть в пах очень сложно. То есть знаете... Вот так вот разбежаться и попасть в пах... Всю жизнь карате я не попаду. Вот можно вот... Ну попаду, но... Даже рефлекс. Когда знаете, делаю движение вниз, человек реагирует на это. Удар в пах самый эффективный, когда очень... Когда вы вблизи. Когда вы вблизи. Когда идет борьба. Тут именно колено или прямо... Если ну вас... Просто схватить. Именно вы бьете ладошкой. Схватите ладошкой. Для мужчины... Да. Для мужчины иногда попадание в пах это... Ну не так больно, сколько его злит. Тоже самое нос. Поэтому будьте очень аккуратны. Кстати с носом тоже. Да. Два момента. Пах и нос. Потому что кулак в челюсть. Это либо ты его выключил. Ну и либо ему больно. А пах это вы его видите больше себя. То есть смотрите. С пахом осторожно. Ну смотрите. Я пример хотела сказать. Без личного опыта. Была ситуация, когда пришлось у человека ударить. Ну действительно. Ну я знаю, у меня без пах. Я попробовала ударить в пах. Есть два монета. Первый момент. Несмотря на то, что это был человек, который однозначно этого заслуживал. Это боязнь. Конечно. Мне было страшно. Действительно страшно было. Ну вот в любое другое место я могла бы ударить так, что вот. А пах было ударить страшно. И я удар не сделала сильным. Да. До какой степени этого разозлила? Ну. Сбегала я тогда быстро. В общем. Все получилось благополучно. Да. Но с тех пор мне эта идея никогда бы все голову не приходила. Вот об этом я говорю. Почему-то в каждом фильме она про полу и все бьют пах. Но попробуем раз попади туда. Второе. То есть так из ближнего этого схватить сильно дернуть. Да. Так чтобы пить прямо издалека я бы пахту жинцы. Ну вот эта штука. По поводу прямых нос. Разбиваем болевой шок. Есть. А эффект как такового нет. И это если у вас нет ничего под рукой. Это то, что вот вы можете сразу пить. Желательно? Желательно. Конечно же. По носу еще. Можно парочку? Насчет носа. Вот так прям не бьем. Потому что там профессионал может ударить так, что сотрясение и смертельный суд. Но мы не бьем. Вот здесь очень болезненные места это хрящи. Поверьте. Удар даже у профессионала вызывает слез. Значит вот здесь вот можно вот такой наот ваш. Просто взбол. Это очень болезненно. Отпустить юшку. Но и снизу вот это. Квасная вещь вообще. Вот это бомба. Вот это то, что может взбол. Когда вы не бьете в че, а именно бьете в лицо снизу. Таким движением он очень болезненный. И если у человека хороший такой, знаете, нормальный нос. Как у тебя. Как у меня. Это больно. Потому что идет движение такое. На опрохидывание головы. Голова может завалить. Кстати с опрохидыванием головы вот это. Вот мы очень любим. Поверьте мне. У нас вот спортсмены сломают нос. Даже не замечают как его сломали. Ну то есть прямой удар нос это такой. А вот это и вот это. Это очень болезненно. Вот. Дальше. 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 Смотри. И хотели бы разобрать дальше уже ситуацию. Да. Уже ситуация конкретная. А когда вас бьют вы постарайтесь выставлять руки и уходите от удара. Не на удар, а от удара. Если вы на полу вы закрываете жизненно важный уровень. Вот. Я сейчас тут показать не могу. Если тапа. Есть очень много целых. Тапа это вообще проблема отдельно. Когда вы упали. Вы выставляете вперед ноги. Вы защищаетесь нами. Вы можете разворачиваться на спине. Примерно так. Вот. Примерно вот так. Вот. Когда я заложу. Если их много то мы прикрываем уже жизненно важную жизнь. Вот. И крутимся там. Желательно не упасть. Сейчас. Это вот из природы пошло. Если лошадь берут в кольцо она начинает крутиться крупом в тыль. Вот. Человек на полу. Я опять это не могу показать. Но у нас там есть передача снята на эту тему. Именно мы показывали. Человек крутится. Крутится постоянно. Если именно бьют. Ну как знаете говорят. Носку. Несколько чек. Он должен крутиться. Постоянно крутиться прикрывая жизненно важный. Амортизация. И в него попасть. Сложнее. Идет такое соскальзывание. У вас примерно то же самое. Когда вас бьют вы должны крутиться. Вы должны постоянно вращаться и закрываться. Подставлять круг. Подставлять таз. Подставлять длину. И так же. Ну это. Ну это когда вас бьют. А теперь смотрите. Когда вас захватывают. Вот ситуация захвата. Начинаю. С самого простого идет девушка просто приквастить. Да. Идет за руку. Ну это. Остановка. Если это. Ну это не серьезно. Да. Если это пьяный например. У нас мягкое высказывание. То есть мы не сразу так. А мягкое высказывание. Как мы вырываем руку. Через большой палец всегда. Такое вот правило есть. Да. Нет. Нет. Это долго. Просто через большой палец. Вот. Смотрите. Если сюда. То не получится. Если вы будете тянуть в сторону кисти. И смыкать. Особенно если натянуть. Потяни. То есть мы всегда выходим из ситуации. Через большой палец. Если начинает тянуть. Я зафиксировала. Я буду бить. Или я буду идти второй рукой. Вот. И здесь очень важно. Значит вторая рука. Да. Значит раз. Два. Все. Это. Как я сказала. Мягкое высказывание. То есть вот он сводил. Я как бы вырвалась и пошла. Да. Пока не вижу проблемы. Или выдержим. Там все. Все хорошо. Да. Если ситуация более критическая. Мы же вырываемся. Помните. Да. Делаем упреждающие. Ну так как мы учили. То есть мы делаем то что мы научили. Особенно люблю уши. Обожаю уши. И дальше убежать. Далее. Захват. Захват очень часто случается. Когда знаете. Накидывают руку. Накидывают руку. И типа. Что ты. И начинает. Да. Начинает виснуть. Сразу вы должны понять. Что когда вас душат. То есть панику не надо испытывать. Потому что задушить человека правильно. Очень мало кто умеет. Душат чаще вот так. Смотрите. Это можно душить так до бесконечности. Это. Знаете. Фильм идет уже. Хэппи энд. Они все. Только в фильмах. Он успевает приехать с другой стороны. И победить. Того кто душит. Правильный. Ну удушающий. Я вам конечно попробую. И то видите. Я его не задушила. Он успел. Задушила. Вот это вот. Вот это. Здесь конечно. Здесь можно рассказать много. Но. Сонная артерия проходит с левой стороны. Если сделали правильно. То к сожалению. Душат локтем вниз. И прижимают шею сбоку. Раз. Прижимают шею сбоку. Фиксируют голову. Делают так. Делают так. Но мы уже говорили. Что редко нападают профессиональные спортсмены. Сейчас. Вот в 90-е. Много. Сейчас. Хороших спортсменов. Есть работа. Дальше. Когда идет захват на. Именно так. Ваша задача. Вот здесь как раз. Идет сейчас правильное удушение. Потому что. Мы жмем со стороны сонной. Поэтому. Если я буду вот так вот. И стоять. И пытаться разобраться. Долго. Я не против. Поэтому. Я поворачиваюсь. В сторону. Очень хорошо было бы. Если она успела бы. Руку сюда. Рука всегда спасает. При любом. Вот так если. Вот так. Я не знаю. Честно говоря. Для никого. Кто успеет вставить руку. Если вас сзади. Прихватили. Ну. Мне трудно представить. Что вставить. Если вставили. То там конечно. Проблем никаких. Поднял. Проатаковал. Все. Сделал. Вообще не проблема. Если сюда вставил. Тоже. Ты разжал. Локти вверх поднимаются. И все. Она должна уйти. Но вы не вставите. Но если вставили. Очень хорошо. Поворачивайте. Так. Чтобы меньше было. Смотрите. Здесь у вас есть две руки. Очень удобно. Похват с голову. С резким рывком назад. Резким. Резким. Особенно сейчас. Очень много волосатых парней. И бородатых. Отлично. Это. Сотрясение. Небольшое сотрясение мозга. Хипстеры не нападают. Покомендовали. Но тут тоже. Пожалуйста. Прорабатывается очень хорошо. Голова. Вот эти все вещи. Локти. Это все. Это не сложно. Главное. Просто помнить. что вы можете сделать. У вас руки свободны. Работайте. С этой ситуацией. 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 Вы сразу же раз. И расслаблено. Чуть-чуть ослабить захват. И работать дальше с ним. То есть дальше опять. Все те же вещи. Которые мы работали. Сегодня. Могут нападать. И уже. Ну. Тащить куда-то. Насилие. Когда мужчина вас валит. И залазит на вас. Когда вас засовывают в машину. И пытаются вас. Например. Головой туда. Внутрь. Вот. У меня шины. Если в машину. Например. Я тащу. То. Опять же. Если я. Если вы зафиксировали ногу. То это я как-то так. Мощно высоко. Забросил. Ну давай. Тащи. Давай сильно тащи. Смотрите. Я должен освободить захват. Убрать. Убрать ногу. И опять же. Понимаете. Что вы же так долго не простоите. Все же вопрос. 2 секунда. Мы просто с вам сейчас показываем. Как выиграть секунду. Вот еще. Люди подошли. Первое правило. Мы всегда убегаем. Второе правило. Увидели оружие. Отдаем все. Даже не вообще. То есть. Нож и пистолет. Нож. Вас всегда порежут. И третье правило. Только что мы об этом говорили. Реакция у человека. Чувство врожденное. И вы. Зная определенные приемы. Можете среагировать. Профессиональные спортсмены. Практически. Никогда не нападают. А против непрофессионала. Можно среагировать. Нос. Вот с этой позиции. Поверьте. Одинаково у всех. Более того. У спортсмена даже слабее. Потому что постоянно были травмы. Поэтому уши. Нос. Пах. Мы очень скептически относимся. То есть. Паху. Потому что. И вот эти все вещи. И глаза. Острые предметы. Но обычно не помогут. Да. Если у вас. Опять же. Это все что вы показали. Если у вас под рукой ничего нет. Пробовать пути. Есть сумка. Пробуйте предметами. Выставляете ее. Берете что-то. Есть желающие попробовать. Захват. Такое. Допустим. Вот два человека под рукой. С двух сторон. Вот. Здесь обязательно. Желательно. работать с одним человеком. Захват. Давайте попробуем. Есть еще кто-то. Желающий попробовать захват. Я-я-я. Вот смотрите. Вот у меня захват. Элементарный. Вот просто вы схватили. Теперь я немножко. Я буду вахтать. Да. Большой палец. Думаем где большой палец. Попробуйте. Не так. Правильно. А если сильно. Да. То есть главное. Смотрите. Вырывайте сюда. Вот сюда. А теперь сюда. Я столь сильно держу. Понятно. Большой палец. Сюда. 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 Что еще хотите попробовать? Стоп. С задней ногой. Куда? Назад. На шее. Ко мне. И делайте все. У вас руки свободны полностью. На волосы. Тяните меня резко. С задней ноги. Да. 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 Так что. Захват за волосы. Захват за волосы. Вот это. Да. И вот выходите назад. Это я могу так обнимать. Ну хорошо. Я не понимаю. что вы делаете. С задней ноги. С задней ноги. С задней ноги. С задней ноги. Вот сюда. Все. Классно. Но долго. Быстро. Вы прям мимо пошли. Он шел. Типа давай. Ты тогда оп. И пошли. Чтобы минимум общения. Меньше раздражать. И меньше с ним как бы вообще контактировать. Да. То есть ты сбросил и пошел. Ну что. Попробуем какой-то из таких захватов. Хорошо. Вы поднимаете. Да я уже не разрешу. Давайте я вас попробую поднять. А вы попробуем. Нет. Ну дайте. Мешком. Замечательно. Я вас пытаюсь затащить машину. Я вас не могу. Я ногу. Да. Сейчас. Сколько у нас? Пять. Пять. Так. Еще один момент. Сейчас. Последний по захвату. Это захват за волос. За волос. Да. Очень часто. Женщина хватает за волос. И делает резкий рывок. Я посоветую это делать самим женщинам и мужчинам попавшим в такие ситуации. Тащить рывками. Рывок. Рывок. Резкий. Легкое зотрясение. Это очень больно. Это очень больно. Это болезнь ощущения в шее. Смотрите. Две руки сюда. Чаще. Я работаю все-таки с рукой. С рукой. Ломая любой мизинец. Потому что мизинец у него такая же чувствительность и как у мужчин. Да. И второй рукой уже дорабатываем. Вот здесь, где можно использовать пал. Вот здесь можно работать локтями. Локти и колени очень эффективны в ближней дистанции. Вот. И в принципе есть вопросы именно по самообороне. Два слова про буллинг в школе. Кратко. Но хочу обратить внимание учителей на вопросы буллинга в школе. Потому что задействованы мы были в ряде проектов. И буллинг в школах есть. И есть он в большинстве школ. К сожалению и везде. Учителя часто сталкиваются с такой ситуацией. Они являются наблюдателями. Это неправильная позиция. Никакая медиация здесь, к сожалению, не помогает. Учитель должен быть активным участником этого процесса. Потому что ребенок, как правило, не просит о помощи. Учителю только активная позиция. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что буллинг проявляется на уроках физкультуры. К сожалению, учителя физкультуры часто ошибаются немного. Они молодые и часто позиционируют себя как друга. А не как на короткой ноге с учениками. Ну, сталкиваемся мы с таким. Ребята молодые и часто хотят заслужить популярность. Вот такой. И нехотя провоцируют буллинг, потому что чаще задирают более сильные, успешные, популярные ребята. Соответственно, вы нехотя принимаете их в сторону. То есть важно очень разобраться в конфликте и принять не того сторону, кто вам более симпатичен, а очень внимательно разобраться в причинах этого конфликта. Видите драку? Вам нужно ее развести. Вам нельзя наблюдать. Ну, хороший способ вообще налить в ведро воды, даже если… Да, вы знаете, причина любой драки – это публичная. Вы должны криком остановить драку. Вы должны постараться влезть между дерущихся. Если вы видите уже критический момент, когда один сидит над другим, когда другой висит, когда вот уже все… Вы должны освободить захват, постараться влезть. Конечно, это смелость, конечно, это храбрость, но постарайтесь… Если у вас получилось развести, вы должны сделать так. Желательно, конечно, двоих развести, увести от толпы, завести в закрытое помещение и там разбираться. Тому, кто задирает, нужны зрители. Это очень важный момент. Вы его выводите из-под зрителей, у него сразу пыло уменьшается однозначно. Вот вопрос, связываться или нет, драку учителю не стоит вообще. Ввязываться надо, разнимать надо в любом случае. Говорят иногда очень взрослые… Если не получается размять дерущихся, вы можете повлиять на толпу. Вы можете быстро выйти и кого-то разогнать. Все разошлись, все ушли, да. А потом уже, если вам сложно, вы должны очень внимательны быть, потому что где происходит здрава? Возле окна, возле лестницы, где-то берутся двое… Поверите ответственность потом, будете нести вы, потому что сотрясение мозга – это проблема потом вас и школы. То есть не допускайте, не будьте, пожалуйста, не будьте безразличны. Да. Будьте очень внимательны, когда задирают, когда много задирают одного, до самоубийств доходят и вы сами знаете эту статистику. Поэтому очень внимательно вам нужна харизма, знания, чувство юмора, чтобы разобраться в этой ситуации. Раз. То есть нужно максимально педагогическое мастерство проявить. Доброе утро – они все вихлечные п local ц pigs во время и для нас были. Итог, куда же уник